Шестилетняя Тася в припрыжку спешит домой с детского сада. Ее радость понятна, за ней пришел папа. Как и раньше, по знакомой тропинке они вместе возвращаются к семье. Родные говорят, ждали с нетерпением. В глазах у детей читается, отец – настоящий герой-защитник. Кажется, что понимает, это даже самый маленький член семьи. Вернуться в родной Чапаевск Сергею получилось почти на две недели раньше положенного срока. На самом деле я ужасно переживала, я не знаю почему. Мне кажется, я так на свадьбу не переживала. Когда увидела, мне кажется, я в этот момент думала только о нем, больше ни о чем. Новость о скором отпуске стала неожиданной как для военнослужащего, так и для его супруги Веры. Не успели даже толком подготовиться к встрече, говорит Сергей. Она меня встретила. Когда увидел, я не знаю, я растерялся. Че делать? Подошли, обнялись. Потом жена уже повезла домой, увидели с сыном. Сын тоже есть на эмоциях был. Защитника мобилизовали в сентябре. Когда получили повестку, узнали, что есть возможность остаться дома. Сергей – многодетный отец. Но ветеран второй чеченской компании не остался в стороне и решил помочь нашим ребятам в зоне специальной военной операции. И близких по духу на передовой действительно оказалось много. Три месяца длилось боевое слаживание. Затем группа отправилась на первое задание. Уже после таких было с десяток. Все ради одной цели – победы. Даже находясь вдали от дома, Сергей чувствовал поддержку близких. Периодически созванивался с супругой и поддерживал ее в ответ. Меня поддерживало то, что муж – патриот и что победа будет за нами. Когда муж пришел, первый мой вопрос был, кто победит. Он сказал, что победим мы. По специальности Сергей – военный водитель. От смелости, умений и решимости этих людей зависит не меньше, чем от точности солдат штурмовых отрядов и квалификации артиллеристов. Как пояснил военнослужащий, в обязанности специалистов его профиля входит не только перевозка боеприпасов и людей. Плюс также пушки. То есть это наша непосредственная задача – вывозить на позиции определенные, дает координаты этим пушкам. Мы их притаскиваем на определенное место. Они выполняют свою задачу. Ну и быстро по максимуму оттуда уехать. Защитник уверен – их дело правое. Если бы не мы первые, то, значит, могла война прийти к нам. А я не хочу, чтобы у меня дети жили в войне. Лучше этого агрессора задавить там. Скоро Сергей вновь вернется на службу. А пока что небольшая передышка в кругу близких людей, ради которых он самоотверженно вновь и вновь шел в бой. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok